Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «7 минут». Сегодня у нас в студии человек, обладающий редкой для Рязани профессией. Знакомьтесь, Олег Симахин, профессиональный сомелье. Привет, Олег! Привет, Лен! Для начала расскажи о себе, почему именно вино и чем тебя вообще привлекает эта профессия? На самом деле это не совсем профессия, это интерес. Но интерес со временем перерос просто. Даже не интерес, а любопытство, то есть ранее, а почему вот так, а почему не так. И со временем это просто превратилось в профессию. Получив небольшое образование, постажировавшись. Немного, немало, порядка где-то 7-8 лет. Ну и получилось так, что я стал сомелье. А где в России можно отучиться на сомелье? Собственно, в России очень много. Есть курсов, есть специальный курс, есть базовые курсы, есть профессиональные курсы. То есть там, где дают элементарные знания, а все остальное приходит исключительно только с опытом и благодаря, собственно, самообразованию. Ну, путешествуя, пробуя, общаясь с людьми. Ну, это интересно просто. Когда ты для себя, вот ты помнишь, когда для себя первый раз понял то, что я хочу научиться разбираться в винах? Ну, я скажу, это был 2000, точнее нет, это был 2000 год. По-моему, в Сокольниках проходил фестиваль рестораций, ательеров и тому подобное. Вот, я там познакомился с одним из первых, скажем так, сомелей вообще в России. На стенде одного из ресторанов. Ну, и, собственно говоря, мне это ужасно просто. Вот внутри что-то вспыхнуло такое. Я хочу это. Не потому, что это как бы престижно, это приносит определенный доход, заработок. А именно потому, что это интересно. Все остальное, оно отодвинулось на потом. И вот это, собственно говоря, и послужило поводом. Мне известно о существовании некой школы, где ты преподаешь. Ну, это не совсем школа, это, скажем так, клуб любителей из числа моих знакомых, которые просто приходят, ну, мы собираемся так. Кто-то что-то узнал, я где-то что-то поправляю. И, собственно говоря, сложного в этом ничего нет. Просто нужно иметь желание и просто охоту. И обладать небольшим чувством вкуса, элементарного вкуса. Ну, хотя бы понять, в чем отличие, конструктивное отличие белого вина от красного вина. И все пойдет дальше. Ну, и знание сортов винограда. А их порядка, ну, не менее 10 тысяч. А смелье, которые могут вслепую угадать сорт вина и место, провинцию, где оно было сделано, хоть легенды, наверное, хоть раз слышал каждый. Это трюк какой-то или это действительно возможно? Нет, на самом деле это действительно возможно. Но для этого нужно иметь особый дар. Но он дается от природы. Какие-то навыки, они не позволят определить, скажем так, вино, отличить одну шату от другого. Это знание терруаров, это пробы этого вина. Не каждому, собственно говоря, это дано. Попробовать не получается. То есть, ну, это не трюк. А в большинстве своем отличить вина, скажем, того же самого Юга Франции, Бордо, от Бургунди, это очень просто. Зная, опять-таки, вот эти элементарные навыки по специфике сортов винограда. То есть, отличить пино нуар, допустим, от Каберне Сувеньон, это как все равно, что отличить белый цвет от черного. А тебе не кажется, что Россия – это вообще страна водочной, пивной культуры? И вот это восхищение винами, оно, в принципе, нам не свойственно. Не помню, кому принадлежат эти слова, но это написал Булгаков, мастер и Маргарита. Статистика – самая лживая и тому подобная вещь. Я думаю, что это все-таки надумано в большей степени. На самом деле, интерес к вину у людей, не скажем, что с большим достатком, даже со средним и даже с низким достатком, больше интерес к вину идет, нежели чем к пиву и к водке. То есть, водка, да, это традиционный напиток пива. Надеюсь, все-таки прошел этот бум по пиву. И, слава богу, наше законодательство, оно определило роль в обществе пива, особенно того пива, который мы видим на прилавках. А вино – это, да, не совсем доступный продукт, но вино все-таки это культовая вещь. А если говорить о человеческой истории, то на протяжении всей истории человечества прежде было вино. А в России вообще возможно возделывать виноградники так, чтобы они пользовались популярностью? Да, и практика существует. Краснодарский край, Цемлянск. И вот шикарные вина. И очень много гаражных вин, то есть те вина, которые мы не увидим на прилавках, а просто делаются под заказ. Великолепные сорта. Это Цемлянский сорт, это Красностоп. Шикарные вина по соотношению цены и качества. Не сказать, что это достойный конкурент, но это честные вина за свои деньги, и человек получает те же удовольствия, что и… Ну, конечно, если он не пьет бренды там или марки. А какие вины вообще сейчас пользуются наибольшей популярностью? А у вина, собственно говоря, ну, опять-таки, дань традиции, и она не безосновательная, это все-таки красная вина вот именно сейчас. Почему? Потому что, ну, железо, повышение гемоглобина, вот, танины, то есть это вина, которые греют, то есть они дают больше насыщения за счет того, что в них содержится просто танин. И вот этот танин, собственно говоря, он и дает вот эту вот энергию, силу, как бы, я не говорю там о полезных целебных свойствах вина, но белое вино как-то в мороз или когда холодно не очень хочется пить. Белое вино – это все-таки охлажденный продукт. А когда на улице плюс один или плюс два, пить вино там плюс 10, плюс 12 градусов по Цельсию, ну, холодновато все-таки, поэтому красный, оно греет лучше. А если говорить о странных производителях? О, об этом можно говорить вечно. Опять-таки вернемся к тому же Булгакову. Какое вино вы предпочитаете в это время суток? Я на работе не пью. Я понимаю. Поэтому для того, чтобы иметь предпочтение, нужно знать вкус и что из себя представляет вино из того или иного региона. Ну и опять-таки, что будет на столе в данный момент. Дай, пожалуйста, совет дилетанту. Как отличить хорошую винную карту от плохой? Если мы заходим в ресторан, если это действительно ресторан, пусть даже кафе, где хорошая кухня, открывая винную карту, мы видим вина, который продается в супермаркетах просто. Я считаю, что это плохая винная карта. Поэтому каждый человек, который составляет в ресторане винную карту, он должен просто сделать небольшой мониторик по супермаркетам и выделить какие-то позиции, которые были бы интересны человеку в ресторане, чтобы попробовать. А не те позиции, которые можно просто прийти и вслепую купить в том же супермаркете. А ты можешь назвать несколько принципов, по которым подбираются классические сочетания вина и еды? Если человек может себе позволить фуагра, допустим, или какие-нибудь сыры с благородной голубой плесенью, я не буду называть марки, то если говорить о сырах с благородной голубой плесенью, это прежде всего кисло-сладкие вина, насыщенные, мощные, маслянистые. Это может быть то же самое итальянское ричотто во всех проявлениях, это может быть айсвайн или, допустим, вина из региона Сатерн, из Франции. То есть это сладкие вина. Если говорить о красных винах, то для начала нужно представить, какое блюдо будет перед тобой. Чем жирнее блюдо, чем жирнее мясо, тем тониннее должно быть вино. То есть более сухим. Не более сухое, более горькое. Понятие сухое для вина, оно относительно, все формирует именно букет. Олег, мне кажется, у тебя очень творческая профессия, и как любого творческого человека, я не могу тебя не спросить о дальнейших планах. Есть какие-то перспективы у человека, обладающего такой профессией в нашем городе? Ну, перспектив очень много, и не только в нашем городе, а вообще в любом другом городе, где люди интересуются вином и напитками. Почему? Потому что мир не стоит на месте, производители появляются новые, в нашей стране появляется очень много новых производителей. Ну, скажем, из той же Италии, из той же Франции. Не массовые производители, которые выпускают там по 200-300 тысяч бутылок в год, а производители вина, которые выпускают по 3-4-5 тысяч бутылок. И вина очень доступная, они очень недорогие, и они постоянно-постоянно приходят. Нужно просто, ну, общаться с людьми, сидеть в интернете, читать прессу о том мельном производителе, который приезжает в Россию, который появляется в той или иной компании-дистрибьютора. Очень много нового, и я думаю, этому конца и предела не будет. Ну, а на этом наша 7-минутка подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok